Всем привет! Вы на канале Автоинструктор 62, с вами Моряхин Сергей. Сегодня я вам покажу очередной видеоролик из серии, как ориентироваться в незнакомых городах. Я с камерой на лбу въезжаю в какой-то город, незнакомый для меня тоже, когда я куда-то езжу по своим личным поездкам и показываю вам, как я ориентируюсь в незнакомой местности. Как я применяю теории на практике, как нужно пользоваться навигатором, как нужно смотреть вдаль, насколько это важно, как нужно и как можно предвидеть дорожную обстановку. Я недавно был в Астраханской области, приехал в саму Астрахань, в принципе, чисто из-за того, чтобы и просто погулять, и снять для вас вот этот видеоролик. Поехали! Итак, друзья, вот мы в автомобиле, подъезжаем к городу Астрахань. В навигаторе у меня забит маршрут до Кремля, потому что в России много Кремлей, в Астрахани один из них. Поэтому в любом случае хотелось бы его посмотреть. Должен сказать, что в Астрахани я был в 2015 или в 2016 году, если честно, особо не помню. Чисто заезжал там, можно сказать, проездом. Толком город и не помню, и толком не видел. Поэтому нахожусь сейчас в Астраханской области в Харабалях. До Астрахани здесь 160 километров. Поэтому решили съездить погулять, посмотреть уже город конкретно. Итак, пока мы едем, подъезжаем к Астрахани, маршрут показывает 12 километров сейчас до точки, до первой. Я потом еще сделаю несколько точек, буду все комментировать. Город довольно-таки крупный, 520-530 тысяч населения, я посмотрел по карте, 200 с лишним квадратных километров. Поэтому какие там дороги... Ну, я помню, что данный город, он практически как Рязань, ну, как мой родной город, да. Вот, двух-трехполосные дороги в основном. Но, тем не менее, я думаю, будет интересно. Какая там дорожная обстановка, насколько будет все сложно или не сложно, не знаю. Поэтому в этом весь и кайф. Вот этого вот всего, когда ты въезжаешь в незнакомый город, я имею в виду себя. Мне просто интересно, есть какого-то рода драйв от неизведанности, не знаю, просто интересно. Поэтому я и показываю вам тоже эти ролики записываю, показываю вам, как я ориентируюсь к незаконной местности, как я мыслю, когда вижу какую-то дорожную обстановку и так далее. Поэтому я знаю, что многим нравится данный формат, многие черпают для себя очень много полезной разной информации. Итак, в первую очередь, когда мы смотрим данные видеоролики, и моя задача вам показать, как предвидеть можно, предвидеть дорожную обстановку. На канале, напомню, есть отдельный плейлист, в котором я рассказываю в нескольких видеороликах, как можно предвидеть дорожную обстановку и что для этого нужно. Вот, вкратце можно перечислить, нам нужно правильно распределять внимание, нам нужно смотреть подальше. Вот, ну и естественно, не в одну точку, да, как раз мы и в зеркала должны смотреть. И дорожное полотно, и дистанцию, и вдаль опять, и в то зеркало, на спидометр контролируя скорость. И вот этот круг повторяется. Это и есть правильное распределение внимания. Конечно же, мы должны не торопиться, мы должны не отвлекаться, мы должны знать, знать и понимать правила дорожного движения. Это очень важно. Вот, ну и в принципе, логическое мышление тоже нужно. Увидели какую-то обстановку, просто нужно мыслить логически. Сейчас, в принципе, все увидите. Вот, поэтому если мы будем предвидеть дорожную обстановку, то это основа, скажем, такого защищенного, безопасного вождения. Так, ну, вижу уже город. Что-то горит, кстати. На улице жарища. В тени 38-40 градусов. Вчера было 43 в Карабалях. Это, мол, это Волга, я так понимаю. Скорее всего. Также должен напомнить про навигатор. Без него будет очень сложно ориентироваться в незнакомых местах, в больших городах. Он дает очень много полезной информации. В верхнем левом углу, напомню, он вам показывает дальнейший маршрут. То есть мне через 1,8 километра поворачивать налево. Мне периодически нужно туда смотреть. Снизу линия в левом углу. Там тоже три показателя. Общий километраж, время прибытия и сколько нам двигаться. Итак, въезжаем в сам город. Указатель населенный пункт Астрахань. Привет, Астрахань. 7 километров до Кремля. Первая точка, куда я забил маршрут. Очень жарко. Даже кондиционер работает у меня наполовину. И то жарко. Итак, смотрим подальше. Видим знаки предписания. Нам пока ехать прямо целый километр. С этой полосы можно. Сразу стараемся смотреть, что нас ждет за перекрестком. Знак 40. Видим предупреждающий знак искусственной неровности. Знак главная дорога. Вижу большую машину, которая нам будет закрывать весь обзор. Это во-первых. Во-вторых, вторая причина встать в левый ряд. То, что нам через 700 метров поворачивать налево. То есть, если вы будете, ребята, отвлекаться, вы вот так мыслить тоже не сможете. Перестраиваемся. Извините, пока не могу. Так, 500 метров налево. Это не здесь. Чтобы понимать, сколько это 500 метров, понятно, что для каждого... Через 500 метров на светофоре вы верните налево. Для каждого человека эта цифра разная. Вы смотрите на линию навигатора. Он вам показывает линию. Он вас ведет маршрутом. Если вы, конечно, будете вбивать маршрут, а не просто включать навигатор, как некоторые, кстати, делают. И пытаются так ориентироваться. Я вижу, что это светофор. Вот, видите, не знаю, видно на камеру нет, что это светофор. Хотя он нам показывает синие линии проехать по прямой как альтернатива. Ну, давайте не будем отклоняться от основного маршрута. Давайте повернем. Поверните налево. Так, обычный перекресток. Поворачиваю налево. Обязательно смотрю влево, прежде чем туда руль повернуть. Для чего я это делаю? Для того, чтобы определить... ...определить точку поворота колес, чтобы мне на встречку не попасть, чтобы на бордюр не попасть. Во-вторых, понять, что меня там ждет и определить, в какой ряд мне встать. Прежде чем куда-то повернуть, знаки снижающей скорость, пешеходный переход, прежде чем куда-то свернуть, нам нужно туда посмотреть. И желательно 2-3 раза как минимум. Для чего уже объяснил. Так, пешеходов смотрим. Резко как-то город начался. Обычно въезжаешь в город, там сначала какие-то промзоны, еще что-то. Так, смотрим опять подальше. Снова пешеходный переход. А тут бац, и сразу... То есть я сейчас ехал 150 километров по степям, и тут бац, такой город. Пока не центр, конечно, это. Так, снова знаки. Там препятствия, не буду перестраиваться. Так, что вам показывает навигатор? Красный сигнал вижу. Ребят, также должен вам напомнить Астраханский государственный университет, что торопиться вообще смысла нет. Это, во-первых, небезопасно. Во-вторых, если вы едете по... Ну вот, в относительно большому городу, то торопиться нет смысла вообще, потому что вам город не даст приехать быстрее. Посмотрите, сколько светофоров, пешеходные переходы. То же самое, ребят, по сторонам. Нужно обязательно посмотреть, убедиться, что вас всех пропускают. То будет какой-то поворот, то будет вот снижение скорости, то будет какой-то неадекват, красный сигнал светофора, пешеход. То есть все причины, по которым вы не разгонитесь. Вот, постоянно будет причина торможения. Пойдет, не пойдет, пока не вступил, не дошел. Вот. Поэтому вы будете разгоняться и тормозить. Вот эта вот газель, которая нас обогнала, ну вот он как бы торопится, да, он нас так резко обогнал, прям с ускорением, с таким. Ну и что смысл? Вон он опять становится на красный. Какой смысл торопиться? Вот хотелось бы, чтобы вы поняли логистику города, особенно современного, особенно если вы живете в каких-то там мегаполисах. Не даст вам город разогнаться. Даже 60 сейчас здесь не... Можно ехать 60, но не получится ехать 60 на постоянной основе. Из всех вот этих перечисленных причин. Красный. Если, конечно, вы будете вот так грубо нарушать, то, может быть, и получится. Временно. Вы в кого-то все равно впечатаетесь. Так, кондиционер надо поаккуратней. В такую жарящую можно простудиться. Так, едем дальше. Смотрим после перекрестка первый столб. Там обычно висят запрещающие знаки, если они есть. Они могут быть и дальше, но тем не менее. Так, знак 30 здесь опять. То есть, видите, средняя скорость пока здесь 40-30. Разметка, видно, старая. Наверное, еще с того года. Двойную сплошную, видно, обновили. А вот между полос разметка старая. Так, не забываем моргать в навигатор, который нам, повторюсь, показывает много информации. У меня, кстати, сразу нажата кнопочка парковка. Где синие линии, там разрешена парковка. Мы не знаем, есть ли там места, но мы знаем, что можно. Где красные линии на улицах, там остановка и парковка запрещена. Ну и стоянка, соответственно. Так, здесь главная дорога у нас. Нас должны пропустить. Смотрим подальше. Так, снова пешеходный переход. Моргайся здесь моргает. На светофоре поверните направо. Направо. Крайне правое положение не обязательно. Тут занимать там двух полос, я вижу знак, но все равно с крайней левой никак. Видите, здесь расширение. То есть двух полос можно направо. Ну, крайне правая свободная, займу ее. Даже указатель на Москву здесь есть. До Москвы, наверное, 1500-1600 километров. Так, дальше куда? Очень важно нам знать. Явно не направо. Значит, будем перестраиваться. Перед мостом держитесь правее. Перед мостом держитесь правее. То есть, смотрите, вот очень сложно, особенно для новичка, или когда не новичок ее навлекается, мы поворачиваем куда-то, как здесь. Видите, у нас четыре полосы. С крайней только направо. А нам нужно, например, там прямо либо налево. Если мы вовремя не видим и не знаем эту информацию, которую, кстати, нам опять же говорит навигатор и показывает, мы просто можем не успеть перестроиться. Ну и что нам тогда делать? Ну, либо поворачивать туда, куда нам не нужно, либо ехать в нарушение. Лучше, конечно, выбрать первый вариант. Так, перед мостом направо. Сто метров и направо. Это значит все, вот здесь, понял. Перед мостом направо. Держитесь правее. Так, с этой полосы можно. Не буду, значит, перестраиваться. Так, участок с односторонним движением. Налево. Значит, остаемся в этой же полосе. Общий маршрут у нас пока до точки, до первой, 3 километра. Вот так, очень опасно. Приторможу, не дай бог, кто выскочит. Очень опасные такие пешеходные переходы. Так, 200 метров, 270 налево. Чтобы понять, где это налево, вот какой-то поворот. Да, сюда, не сюда. Вы вот смотрите в линию навигатора. Видите, это пока не сюда. Так, что у нас с приоритетом? Здесь только прямо. Знак предписания распространяется на первое пересечение. Напомню. Вот. Так, это бывшее круговое, что ли, движение. Похоже. Как будто, как был раньше круг. Так, пешеходов не вижу. Ага, вот по ходу Кремль уже видно. Прямо 2 километра. Потом нам показывает на разворот. Пешеходов снова смотрим. Так, это уже, наверное, ближе к центру что-то похоже. Ну, прямо вот центр, как если это центр, как вот в Рязани у нас практически. Так. Двухполосная дорога. Разметочка, смотрю, старенькая здесь. Пока перестроюсь. Потому что едем потихоньку, смотрим все знаки. Кто торопится, пожалуйста, левый ряд, вперед. Так, ну здесь получается, если мы подальше посмотрим, мы видим, ну, скажем, препятствия для нас. Мы, в принципе, проедем. Вот. Слишком главное не жмитесь, не дай бог дверь кто откроет. Если вот так постоянно приходится ехать по разметке, как сейчас, уже ширина полосы не позволяет вам уместиться двумя машинами, лучше встать в крайне левое положение. Так, пока мы едем прямо 1,4 километра, показывает нам навигатор, потом нам показывает аж развернуться. Так, здесь прямо. На следующем прямо можно. Мы видим знак предписания. Так, какой-то канал. А, Волга. Так, это набережная, я так понимаю, какая-то. Потом тоже надо будет сюда заехать. До этого смотрел карту, в принципе, здесь все рядышком. И хотелось бы еще тут посмотреть памятник Осетру. Так, зеленый. Интересные улочки такие, двухэтажные дома, старенькие, красивенькие. Так, ладно, не отвлекаемся. Километр нам до маневра. Вроде бы просто, да, ехать прямо, но очень часто бывает так, что именно с той полосы, в которую вы едете, нельзя ехать прямо. Поэтому всегда смотрите вдаль. Так, вот уже стена, да, вот я так понимаю, это уже... Ну да, вот навигатор нам показывает слева от нас. Слева от нас. Это уже стена, стены Астраханского Кремля. Так, ну, нам, в принципе, вот по-хорошему, нам ведет навигатор полтора километра, один и два, да. Мы, по идее, доехали до пункта назначения, я доехал, поэтому я, по идее, уже здесь могу искать место для остановки. Через 600 метров. Развернитесь. Он нас просит развернуться через 600 метров. Так-то, говорю, вот оно, пункт, да, просто непонятно, здесь явно нет входа. Если вы, например, едете, не хотите посмотреть там какую-то достопримечательность, вам же нужно не припарковаться, вам и нужно ближе к входу. Хотя можно и прогуляться пешком, в этом нет ничего страшного. Так, ну, тем не менее, начинаем искать место для парковки. Я вижу знак главной дороги, потом сразу 20 метров остановка запрещена, да, а потом ничего, в принципе, не запрещено. Запрещает. Никаких табличек нет, соответственно, я могу здесь остановиться. Так, остановки здесь нет, нет. Прям параллельно проезжей части. Так, вот здесь я встану, потому что там была желтая линия, так интересно нарисована. Она причем нарисована не на проезжей части, она нарисована на пешеходной дорожке, но я так понимаю, что останавливаться там тоже нельзя. Здесь этой линии нет, поэтому сейчас мы остановились, в принципе, никаких нарушений мы уже не делаем, да, никакого знака не было, ну, который он был. Там была табличка, ну, вот, поэтому мы ничего не нарушаем. Так, идем дальше. Дальше там была набережная, которую тоже хотелось бы посмотреть. Можно, конечно, было бы на нее сначала. Вот сюда хочу. Прям в самый центр канала и Волги. Сюда. Нажимаем кнопочку сюда. Навигатор начинает нам строить маршрут. Мы ждем. Маршрут построен. Маршрут построен. Три минуты всего показывает, полтора километра. Поехали. Через 300 метров поверните налево, а затем поверните направо. Синей линией построил маршрут. Обычно я вот Яндексом пользуюсь, синей линией строят, когда нет интернета. Что-то странно. Почему нет интернета? Так, нам показывает, что нужно нам на этом перекрестке. А вот, все, нашел, что мы стоим в ту сторону, да, развернулся. Так, все, едем. Так, пока никого нет, пока никого нет, я сразу перекрою вот этот ряд в правый. То есть мы как бы остаемся в правом, да, здесь двухполосная дорога. Но я ближе к разметочке, для того, чтобы мне проще было перестроиться. Пока вообще ничего сложного, по сравнению с большими мегаполисами. Так, крайне левое положение нам нужно занять. Так, и здесь нам нужно развернуться. Здесь нам нужно развернуться. То же самое, ребят, я смотрю влево. Делю дорогу пополам. Останавливаюсь так, чтобы я смотрел, ну, практически в правую часть. Вон той ширины дороги. Если дорога широченная, огромная, можно и раньше, в принципе, остановиться, руль крутить. Не забываем смотреть на свой светофор, потому что если он начнет мигать, как правило, и стречки он начнет мигать. Не всегда, но очень часто. Ну и, соответственно, вот, а нет, здесь, видите, по-другому. Он еще горит. Так, мы разворачиваемся. Этот красный не для нас. Этот красный, кто позади нас остановился. Так, через 500 метров налево. Здесь у нас снова красный. Так, зеленый. Тут у нас, ну, в принципе, не создает нам препятствия. Мы вот как едем, так и едем, не меняя положение колес. Многие, кстати, спрашивают, нужно ли в данном случае включать поворотник. Так, если вы не изменили в сторону траектории от прямолинейного траектории своего автомобиля, то никакие поворотники включать вам не нужно. Через 200 метров налево, соответственно, мы перестраиваемся в левый ряд. 200 метров это немного. А сколько это именно, поглядывайте, моргайте, по-другим словам сказать, да, на экран, на навигатора. Вот здесь вот она хочет налево повернуть. В любом случае, смотрите знаки. Редко, но бывает, когда идет противоречие. Так, когда идет противоречие знака навигатора. Всегда слушаемся знаков. Направо знак стоп. Останавливаемся на пересечении проезжих частей. Так, здесь у нас ремонт. Преимущество устреечки. То есть, видите, она нам маршрут перестроила. Почему? Сначала не было интернета, потому что была синяя линия. Зеленая или красная линия говорит о том, что на зеленой пробке нет. Красная, когда, как правило, пробка. Или желтая, затрудненность движения. То есть, у меня закачаны карты офлайн. Тоже всем рекомендую. Кстати, когда куда-то едете в другие города, скачивайте карты, чтобы они у вас были на устройстве. Когда нет интернета, он вас все равно приведет. Так вот, когда я начинал строить маршрут, получается, интернета не было. Он мне построил маршрут, используя оффлайн-карты. То, что у него в памяти. А потом он словил, получается, интернет. Словил интернет. И перестроил нам маршрут, уже учитывая обстановку онлайн, которая сейчас. Так, здесь у нас что, уступить дорогу? Прямо мы едем 360 метров. Одностороннее справа налево, пешеходов нет. Хоть оттуда должны ехать, туда все равно, смотрите. Мой вам совет. Бывает так, что... И с обратной стороны кто-то может двигаться. Так, здесь пока мы прямо так же. Дальше знак стоп. Снова нам придется остановиться. Напомню, если есть вступление, останавливаемся у вступления. Если нет вступления, если это перекресток, останавливаемся на пересечении проезжих частей. Если железнодорожный переезд, перед знаком. Вот здесь вот мы остановились. Все, еще раз контрольный по сторонам и едем. Так, опять знак стоп. На таких свободных улицах многие не останавливаются. Поэтому сзади могут нервно нервничать, когда вы это делаете. Я советую не обращать на это никакого внимания. Так, в принципе, нам сейчас будет нужно искать место для парковки. Я уже вижу, что если вдруг там будет занято, вон там все есть. Так, знаки запрещающие какие тут есть у нас? Нету. Значит, так, или дальше там поворот есть? Дальше, наверное, ничего нет у нас. Да, зря я сюда еду. Ну, остановиться можно. Мы приехали. А, вон туда даже можно проехать. Ну и да, отлично. Сейчас мы там задним ходом. Кафешка, набережная. Иногда шлагбаумы ставят. Ну, здесь, говорю, все гораздо проще. Никаких ни шлагбаумов, ничего. Ну да, вот она, прям набережная, куда мы и тыкнули пальцем на карте. Вот сюда я сейчас задом буду вставать. Еду я на механике, если обратили внимание. Парковка 90 градусов. Не буду говорить про ориентиры, потому что есть целый полидис на канале. Так, отлично. И теперь уже с прямыми колесами сдаем. Машина у меня высокая. Соответственно, я могу ехать до тех пор, пока колесом не уплюсь в бордюр. Главное, чтобы вы не создавали никому помех. Сейчас выйду, покажу, о чем я говорю. Сейчас выйдем. То есть я имею в виду, когда вы сдаете задним ходом. Вот видите, колесо уперлось. Насколько торчит зад автомобиля на дорогу. Бывает узкая дорожка. Ходят люди. Тоже имейте это в виду. Так, едем дальше. Хотелось бы мне посмотреть памятник к осетру. Я вот тут заранее смотрел уже маршруты. Маршрут построен. Так, ага, как раз через мост. 13 минут всего лишь. Через 100 метров поверните налево. 13 минут 7 километров. Так, то же самое, чтобы телефон не глючил. Он уже тряпочка сухая. Но хотя бы будет тень создавать. Потому что телефон еще садится. Поэтому приходится ставить его на зарядке. Чего делать, конечно, не очень рекомендуется. Одновременно и заряжать, и на солнце, чтобы он работал. Но иногда по-другому никак. Так, все, выезжаем с парковки. Пару минут на набережной. Попил кофе, едем дальше. Так, выезжаем с парковки. Всегда контролируем смещение колеса. Заднее колесо у нас всегда немного уходит в сторону поворота. По отношению переднего. Тоже по поводу габаритов. Есть несколько видеороликов. Так, ну здесь без вариантов. Только сюда. Во многих кафе здесь заметил. При входе есть такой распылитель стоит. Потому что действительно очень жарко. Чтобы хоть как-то охлаждать. Навигатор пока блуждает. Но я так понимаю, нам двигаться прямо. Видите? Верните налево. Куда налево-то? Так. Примерно. Маршрут перестроен. Вот что-то. Через 200 метров на светофоре поверните направо. Так, здесь смотрите повнимательнее. Видите, у нас знак уступить. Главное там и там. Соответственно мы уступаем всем. Уступать некому. Так, здесь на светофоре говорит нам направо. Почему налево-то? То же самое, что-то проблема со связью. Тут тоже смотрите, видите, знак только прямо, либо налево. Многие бы сказали, что здесь нельзя ехать нам направо. Потому что стоит знак. Ребят, не забывайте смотреть таблички. Таблички, которые нам говорят конкретику. Здесь видите грузовой автомобиль. Надеюсь видно на камеру. То есть получается только грузовым автомобилем, только на грузовой автомобиле распространяется действие данного знака. Так, пока мы стоим на красной, мы можем, если долго опять-таки стоять, уменьшить, посмотреть навигатор, куда он нас ведет. Ну вот длинная будет улица, потом какой-то зигзаг, потом опять какой-то зигзаг, потом мост. Ну, какую-то информацию получить. Не обязательно этого делать, но иногда, когда есть время, особенно когда светофоры, иногда они с отсчетом времени. Почему бы и не посмотреть? Так, у нас зеленый. Правый зеркало обязательно, не забывайте про двухколесники. А то вы начнете поворачивать направо, а двухколесник поедет по прямой. Так, сотовые данные. Километра полтора нам ехать по прямой, поэтому мы смотрим подальше. Со всех ли полос, это касается каждого перекрестка, можно двигаться прямо. И смотрим, в принципе, препятствия. Подходы пешеходных переходов. То есть, правильно распределяем внимание. В одну точку не смотрите. Не забывайте контролировать скорость автомобиля. Зеркала. Зеленый у нас. Немного прибавим, пока здесь никаких ограничений нет. Дорога свободная. Через 650 метров нам поворачивать направо. Через 600 метров. Поверните направо. Так, опять-таки, 600 метров. Возникает вопрос, это сколько 600 метров? В любом случае, нам нужно вправо ряд, потому что нам направо. И режимом неваляшки не забываем смотреть неоднократно, чтобы понять. Вы смотрите на экран навигатора, на линию маршрута, чтобы вам понимать, когда это направо. Вот это нифига не здесь направо. Или здесь. Поверните направо. Ага, нужно было здесь, да? Ну, вот перестраивать, видишь? Машрут перестроен. Машрут перестроен. Ну, давайте. Поверните налево, а затем поверните налево. Развернемся. То есть, ну, у нас, скажем, была ситуация, в которой мы, например, проскочили свой маршрут. Вот я таки не пойму, а зачем нам поворачивать налево? Машрут перестроен. А, опять перестроен. Через 500 метров. Поверните направо. Опять перестроен маршрут Лучше развернемся Здесь гораздо проще проехать, чем она нам предлагает То есть мы проскочили свой поворот Такое бывает Сейчас вот как раз та ситуация, которую боятся Катастрофически боятся, особенно начинающие водители Проехать свой поворот Вот смотрите, мы сейчас с вами проехали поворот, который нам нужно было Нам нужно было направо Но по каким-то причинам, неважно по каким причинам Не так вы поняли навигатор Куда-нибудь отвлеклись Даже не на то, что не нужно, а на скорость Вы посмотрели на спидомбер и так далее Вот То есть что делать? Ничего не делать Развернуться где-нибудь, не паниковать Может быть остановиться и перестроить маршрут Вам навигатор, он сам это в принципе все сделает То есть здесь она нам Зачем-то налево поворачивала Хотя я здесь ничего не вижу запрещающего сделать разворот Поэтому мы здесь просто развернемся И там, где мы должны были оттуда повернуть направо Мы сейчас отсюда повернем налево Если можно, конечно Иногда бывает, что нельзя поворачивать А можно, ну вот и все Видите? Вот и все Здесь у нас красный, сейчас загорается зеленый Мы на следующем светофоре Здесь получается вот раз Пересечение проезжих сетей После моста второе Это какой-то канал, я так понимаю И мы сейчас просто оттуда повернем налево Вот и все Вот все решение проблемы Самое главное вам не ехать далеко То есть у начинающего как? Он проскочил свой поворот Особенно если он едет не по навигатору Он едет, 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 едет В конечном итоге уезжает очень далеко Это тоже ничего страшного Это потеря времени Поэтому если вы проскочили свой поворот Я надеюсь, вы по незнакомым местам Ездите тоже с навигатором Вам навигатор в течение И там нескольких десятков секунд Как правило Маршрут перестраивает Вот тут проблема по ходу со связью Может быть у меня телефон глючит Может навигатор глючит Я не знаю Но он периодически, интернет пропадает Потому что у меня линия вот эта То синяя, то зеленая То синяя, то зеленая Так, стандартный поворот налево Опять, когда крутить руль Насколько крутить руль Чего там нас ждет налево Не надо смотреть сюда Посмотрите туда И вы ответите на эти вопросы Мы видим, что если здесь повернем Стречка Я это не знаю Я это определяю И вам так же нужно делать Еще смотрим Чуть не доезжая Полосы куда хотите попасть Останавливаемся здесь Ну, в принципе, я спокойно успею И руль крутим за секундочку За две До трогания Стоять с прямыми колесами Вернее, с выкрученными колесами Стоять не нужно Когда вы пропускаете Встречный поток Вещь опасная Есть отдельный даже ролик Тоже канал Так, 1,9 километра Нам и направо Поэтому вот сейчас была ситуация В которой мы проскочили Свой поворот Пешеходы Сейчас он будет тормозить Да, мы это знаем Вот оно как раз Логическое мышление Как мы узнали Что он будет тормозить А мы видим, что подходит человек Слева пешеход Да, дальше мы Просто развиваем Логическую цепочку И даже если бы он Не стал тормозить По каким-то причинам Не хочет его пропускать Не видит Но мы-то видим пешехода Мы-то будем тормозить уже Вы уже никогда не нарушите Никого не собьете Здесь я вот тоже Издалека смотрю Подходы Вот никого там нет Там нет Тормозить значит не надо Дальше смотрим Был красный Сейчас зеленый Значит сейчас все поедут Вон они все стоят Сейчас они поедут Поэтому не нужно знать Дорожную обстановку Нам нужно Ее определять Вот опять потерялся навигатор Вообще линия пропала Доедем Непонятно Вот появилась линия Километр нам показывает Ехать прямо Ну иногда вот так пропадает Опять-таки Ну можно запоминать То есть если например Было полтора километра Ехать по прямой Вот и здесь интернет пропал Человек кричит А что делать Интернет пропал Маршрута не знаю Куда ехать Ну прошло 10 секунд Вы не могли полтора километра Проехать за 10 секунд Значит пока езжайте прямо Видите он нашелся Пропал нашелся Вообще странно Обычно когда говорю Пропадает интернет Линия становится Ну в Яндекс.Навигаторе Во всяком случае Синего цвета Через 600 метров съезд Поверните направо А затем держитесь лирею Если есть закачанная карта Оффлайн Просто начинает показывать нам уже Не с обстановкой На текущий момент А то что закачано в памяти На момент закачки карты Так смотрим Вижу развилку Да у нас видите дорога Смотрим сразу на навигатор Куда нам левее или правее Мы видим что Линия нас ведет правее Так дорога свободная Займу пока Крайне правое положение А многие бы сейчас Вот туда могли Повернуть направо Перед Через 200 метров Поверните направо Потому что Если не посмотреть На линию навигатора А полуроста слушать Многие слушают навигатор Поверните направо Ага направо И поворачивать направо А через сколько направо Не обращает никакого внимания Так Это мы через мост уже Через Волгу Ага Знак 40 Немножко сбросим скорость В этом месте Еще не такая она широкая Но Тем не менее Очень мощная река Тоже вот такие Своеобразные мосты С Харабали Ехал в Астрахань Многие вот такие мосты Здесь своеобразные С конструкцией С такой С такой Не забываем смотреть Верхний левый угол Навигатора Либо какой-то другой Смотря каким вы пользуетесь 600 метров Первый съезд Ну первый съезд Это Самое простое Въехали Уехали Главное смотреть Знаки приоритета Есть ли они или нет Потому что По правилам Так то у нас Вроде бы круг Главное Но не всегда так Совсем не всегда Так Вот оно Круговое движение Получается Первый съезд Первый съезд Это по прямой Справа Пролегающая Вот такой знак Своеобразный Круглавное Да Видите Пять съездов Круговое движение Первый съезд Пять съездов Входящие На круговое движение Так Пропустили машину Не создали Ибо Регулируемый Железнодорожный Переезд Ну я обычно Все равно Кручу головой Человеческий фактор Никто не отменял Так и смотрим На Навигатор Он нам показывает Один и два километра Направо Через один километр Двести метров Это много Особенно если вы едете Километров сорок в час Это достаточно много Это не вот-вот Прям вам куда-то поворачивать Вот сто метров Мы только проехали Пока я вот это все говорю Вот сейчас еще сто метров Видите Километр Сейчас еще один километр Так никаких ограничений нет Прибавлю к 60 Включаем четвертую Смотрим вдаль Зеркало Пешехода опасно Потому что не видно А вдруг А если Есть такой ролик На канале Притормаживаю Все Никого нет Еду дальше То есть Потеряли мы буквально Секунду времени Вот Но зато Если бы Оттуда выскочил человек А когда-нибудь Это произойдет Вы будете к этому готовы И вы не просто Его не задавите Для вас это не будет Неожиданностью Вам никто в зад не въедет У вас никогда не будет Резкого торможения В гололед Вы никогда не поедете юзом Вы ни в кого не въедете То есть Если бы мы сейчас Отвлеклись на тот момент Об этом не подумали Ну нет же пешеходов Как водитель говорит Я же не вижу Что никто не идет Можно с легкостью Будет Посадить на капот человека Когда он оттуда выскочит Я говорю А рано или поздно Ребята До конца маршрута Осталось 300 метров Поверьте мне Это произойдет 300 метров Так еду я к памятнику Осетру Потому что В прошлый раз Я проезжал Астрахань Так я что-то сюда И не доехал Ничего примечательного Но Просто интересно Так Не сюда нам А где он есть А это он Это он Мы приехали Так Тогда я как сделаю Раз мы приехали Я повернул здесь направо Чтобы далеко нам не ехать Не забываем при повороте Пропускать пешеходов Так Здесь вот я Останавливаюсь Здесь ничего не запрещает Минутка Две И поедем дальше И вот эту улицу Хотелось бы Конечно Мне посмотреть Нажимаю кнопочку Через Маршрут построен Видите у нас Как перевел Вот Сейчас так будет интересно Вот так Сейчас будет поинтереснее Так Ну что Поверните направо 9 километров И 17 минут Так Ну в таких случаях Ничего не запрещает Ребята Развернуться Прямо на месте Сзади у нас есть 100 метров видимости Разворот По другому Называется Ласточкин хвост Либо разворот В три приема То есть дорога здесь старая Непонятно Где бордюры есть Где бордюров нет Где они есть Четко выраженные Конечно Бордюр заезжать не надо Так А здесь только направо Видите Здесь маршрут Транспортные средства Только налево Так Не посмотреть Можно было бы туда уехать Как важно Видеть знаки Так Никаких ограничений нет Улица свободная Улица пустая Так Вот Вижу пешеходный переход Но тем не менее Пока я выбираю скорость В районе 50 Вот И периодически Работаю газом Нажать Отпустить Блин 50-55 Так Опять Пешеходный переход Смотрим Никого То есть В те моменты Когда я подстраховываюсь Когда вы подстраховываетесь И непонятно Пойдет пешеход Вот сейчас у меня нога висит Над тормозом А вдруг А если Если он пойдет Я готов к торможению В любую долю секунды Даже не секунду А долю секунды Навигатор Моргаем Пока 750 метров Метров Ехать прямо Так Одностороннее движение Здесь начинается Так Здесь уступаем Дорогу Сразу думаем Кому Слева Соответственно Главное Там С ними Пересекаются Наши пути Теперь зеркало Контрольный Уже народ Торопится Через 300 метров Верните налево Дорога не являлась Главной Он человек Начал прямо На перекрестке Обгонять И останавливается Так Так Здесь пока Как будто Вообще Какая-то деревня Но Тем не менее Расслабляться нельзя Ребят Многие Многие Расслабляются На таких участках дорог Уже одной ручкой За руль Одну Подлокотник Сигаретка Там кофе И так далее Именно На таких участках Иногда И случаются Различные Нежданчики Так Здесь я поворачиваю Налево Одностороннее движение Соответственно Мы занимаем Крайне левое положение Пешеходов нет По сторонам Все равно Пониженное Так Через 200 метров Поверните направо 200 метров Направо Включаем Поворотник Так Чтобы вас точно Понимали Некоторые Его включают Слишком рано Перед Не своим Поворотом Но и соответственно Вводят Эти в самую Заблуждение То есть Например Мы направо Вон там Включив здесь Поворотник Могут понять Что вы сюда Или вот сюда То есть Его нужно Конечно же Включать Заблаговременно Но так Чтобы вас Правильно понимали Очень важные вещи Причем Для вашей же Безопасности Так Дорога Загибает Немного Вправо Через 300 метров Съезд Поверните направо Если вы будете Моргать На навигатор Вы будете знать Об этой информации Раньше Чем увидите Эту информацию То же самое Видите Направо Куда Сюда Направо Или туда Направо На центр Я пользуюсь Знаками Либо посмотреть На навигатор Опять таки Вы увидите По линии Куда он Вас ведет Так Я так понимаю На мост Мы сейчас Поедем Наверное Кто-то Что-то Железное Потерял Железная Запчасть Какая-то Валялась На дороге Кстати Опасная вещь Когда на скорости Наезжать На какую-то Железку Через полтора Километра Поверните Направо Либо Эта железка Отскакивает В дверь В днище В пороге Что чаще Километр Нам направо Соответственно Я не буду Никуда Перестраиваться Объезжать То есть Не очень комфортно Двигаться За автомобилем Который По габаритам Больше Ну и соответственно Мы не имеем Возможности Скажем Видеть Обстановку Издалека А сейчас Имеем Видите Он сам взял И подвинулся Судоходная река То есть Видите Большие Какие здесь Грузовые корабли Даже плавают По По Волге Так А вот это По-моему Театр какой-то Если мне не изменять Память Я смотрел Через 500 метров После моста Поверните направо В навигаторе До этого Так 300 метров Направо Это уже Совсем немного Вот он Перекресток На котором Нам направо Тоже Не путайте Знаки Вот это Нажно От него Где он Уступить Вот И соответственно Очень 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 Аккуратнее Вот здесь Потому что В бочину Может прилететь Видите Две дороги Сливаются У нас Главное У них Второстепенное То мы Поворачиваем Вот так Загиб делаем А кто-то По прямой Проехал Да Театр оперы Все правильно Театр оперы Я говорю Я смотрел Вчера До сопримечательности Астрахани Думал Какие бы точки Состроить И я Видел фотографию Вот этого Театра Не буду Уже Останавливаться Вообще Сказать С остановками Вообще Проблем Нет Я вот Сколько Ездим Где-то Остановиться Примкнуться Без проблем Дороги Не широкие Но тем не менее Так То же самое Мы едем В крайне правой И нам Она нужна Потому что Мы едем прямо Об этом нам говорит Навигатор 530 метров Только поворот Будет направо А прямо Можно ехать Только с правой Полосы То есть Мы это не знаем Мы это увидели И определили Используя информацию Навигатора И соответственно Свои глаза Смотря вдаль Правильно Распределяя Внимание Так Дальше То же самое Мы пока стоим Но мы ждем Пока мы стоим Ждем зеленого сигнала Светофора Смотрим вдаль И оцениваем Ситуацию Что нас там ждет Всегда задавайтесь Себе такой вопрос Что меня ждет За 100 метров Что меня ждет За 200 метров Куда я дальше еду Какой мой следующий маршрут В верхнем левом углу Он вам показывает Если вы знаете дорогу То же самое Заранее Об этом думайте Может быть Вам кто-то говорит Дорогу Пассажир Какой-то То же самое Спрашивайте Куда дальше Вы повернули направо Например Вас сразу же Должен интересовать Дальше куда Может быть Вам сразу налево Понимаете Что если вы будете Владеть этой информацией Вы успеете занять Крайний левый ряд Ну если конечно Вам не перестраиваются Там пять полос И поехать туда Куда вам надо То же самое Перед каждым пересечением Будь то у вас Главная дорога Будь у вас Зеленый сигнал Светофора Будь вы едете В деревне Да Вот я уже Издалека Влево посмотрел Моргните Моргните По сторонам Ну я понимаю Что выходной день Но тем не менее Довольно таки Такой Компактный город Может быть Я совсем Не видел Центр Хотя вроде бы Кремль проезжал И набережную Ну сейчас Вот здесь Проедем Посмотрим Еще Так зеленый Сейчас он поедет То есть Мы не знали Что он поедет Но мы это Предугадали Мы это Предвидели Мы это Предвидели В виде ситуации В виде обстановку Перед ним То же самое У нас зеленый Поверните Разок голову Влево В противоположную Чтобы вы Были уверены Что вас пропускают Не то что А у меня Главное я еду Ну убедитесь Что вас пропускают Я перестраиваю Слевый ряд заранее Так как через полкилометра Нам ехать налево Через 300 метров На светофоре Поверните налево А затем Поверните налево Объезд препятствий Вот в данном случае Я да Включил поворотник Теперь обратно Почему? Потому что мы Изменили Траекторию направления Своего автомобиля От прямолинейного Поворот налево С двух полос Я буду поворачивать С крайней левой И мне выгоднее С нее поворачивать Почему? Потому что я уже смотрю Что потом-то мне тоже налево Здесь уже вы должны понимать Вот вы с какой полосы Поворачиваете Тогда вы и оказываетесь То есть я сейчас Не могу выбрать уже Любой ряд Ну как бы Не то чтобы не могу А потому что Видите И сразу я оказался В той полосе А если бы я повернул Со второй полосы То мне бы сейчас Пришлось перестраиваться Я бы ехал в инстой В полосе Понимаете? Так Здесь у нас Стандартный поворот Налево Выезжаем на перекресток Пропускаем Встречный поток Где остановиться Когда Насколько Крутить руль То же самое Прежде чем Руль куда-то повернуть Вы должны посмотреть И оценить ситуацию Мы уже видим Что здесь Одностороннее движение Сюда смотреть Долго не надо Мы видим Что нам долго стоять У нас горит Зеленый Идет сплошной поток Что на него смотреть? Посмотрите туда Куда вы собираетесь ехать Никаких запрещающих знаков То есть Ну информацию получили И самое главное Вы уже поделив Вот эту дорогу пополам Смотрите в левую ее часть Для того Чтобы вам Вписаться В свое попутное направление Картинка на экране Вам сейчас поможет Все Завершаем маневр Пока руль не крутим Все Он останавливается За секундочку Забыл включить передачу Пока вам говорил За секундочку До трогания Крутим руль Стоять с выкрученными колесами Категорически запрещается Потому что Если вдруг Вам зад кто-то стукнет Подумайте Куда отскочит у вас Автомобиль Сразу видно Мост влюбленных Какой-то Все в замках Все ограждение в замках Вот Было интересно Поехать Улицы Думал Здесь будет пошире Побольше дорога Ну В принципе Ничего сложного нет Передвигаться по данному городу Не составляет Никаких проблем Так Я завершаю маневр Не буду я резко тормозить Мигающий зеленый Это зеленый Не забывайте Это разрешающий сигнал Светофора Тоже надо включать Поворотник Потому что Мы меняем Траекторию направленного движения От прямолинейного Зеленый загорает Сразу нам нужно Что двигаться Видите Там стоит у нас Препятствие Зеркало на дорогу Режим неваляшки Не успеваете Остановитесь Не успеваете Оценить ситуацию В зеркалах При маневре А вы должны Уступить кому-то дорогу Остановитесь Ничего не делайте Через 300 метров На светофоре Поверните направо На светофоре Видите Иногда Она выделяет На перекрестке На светофоре То есть Светофор Говорит о том Что Это он регулируемый Перекресток Вот я сейчас моргаю В навигатор Да это здесь Как я это понимаю По линии По линии маршрута То же самое Знак стоп Не действует Да это многие путают Когда знак стоп Это знак приоритет В первую очередь Ну вот соответственно Если работает светофор Мы руководствуемся Сигналами светофора Ну если конечно Нет регулировщика Да Который Высшее звено По отношению Приоритета Знак Светофора И регулировщик Так Сразу вдаль Смотрим Ну Вдалеке Есть препятствие Сейчас будем Его объезжать Сейчас здесь Что у нас Зеленый До препятствия Оценим ситуацию А уже потом Будем перестраиваться Очень много Односторонних Движений Видите Туда Дальше смотрю То же самое Односторонно Ну с одной стороны Удобно Когда ты едешь И у тебя нет встречки Удобно Ну и соответственно Наверное Более безопасно Так как Весь поток Едет в одну сторону То же самое Односторонне Налево Потом Односторонне Направо Ну вот нам Как раз Сейчас налево Поворачивается Что-то Здесь куда-то Во двор Что-ли Поворачивать А нет Такая улочка Здесь небольшая Иногда Конечно Когда знаешь Город Вот я Свой город Знаю Иногда Нужно Найти Какой-то Дом Конкретный Дом То есть Улица Да я знаю А где Нумерация Домов Я же не могу Знать Мне это Не надо Знать Мне нужно Найти Какой-то Конкретный Дом И вот Иногда Из дома Выезжаешь Включаешь По умолчанию Навигатор Вначале Его не смотришь Только чтобы В конце Посмотреть Где конкретный Дом Сам город Знаешь Иногда Едешь Навигатор Ведет Ну как-то Так что Неудобно Ехать Там Какая-то Узкая Улочка Поэтому Здесь То же самое Некоторые Мне пишут В комментариях Тебе Не там Надо было Ехать А вон там Ребята Это вы знаете Что там Проще Дорогу Может быть Шире Дорога Я этого Не знаю Так как Я здесь Еду Впервые В жизни Возможно Больше Не поеду То же Самое Знак Стоп Какой-то Какой-то Рынок Опа Червик Кстати Мне нужны Черви Я ж тут На рыбалке Так Сзади Машина Да Меняем Маршрут Блин Там Одностороннее Движение Ну мы попробуем Мы попробуем Пробиться Вот он Наверное Здесь Кипиш Так Дружище Ты куда Поворачивай Так Понял Пешеходов Нет Примкнуться Где-нибудь Нам Так 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 А вот Здесь Будем Применять Мую Параллельную Парковочку Будем Мы Применять Параллельную Парковочку Узковато Место Но Опыт Вроде бы Позволяет Подвинемся Вперед На этой Парковке Мы и Закончим Сегодняшнее Видеоролик Потому что И так Он Подзатянулся Под 50 Минут Очередной Раз Вы посмотрели Как нужно Ориентироваться В незнакомой Местности И какие В заключении Мы делаем Выводы Для того Чтобы нам Ориентироваться В незнакомой Местности В любом Большом Городе Который Мы не знаем В который Мы въезжаем Первый Раз Нам Не нужно Ничего Знать Знать Нам Нужно Две Вещи Правила Дорожного Движения И их Понимать И знать Нужно Свой Маршрут А остальное 5 Золотых Правил В помощь И плейлист Как Предвидеть Дорожную Обстановку А там Критерий Основной Один Смотрим Вдаль Каждые 7-10 Секунд Ну что ж А сегодня На этом Все Я надеюсь В данном Видеоролике Вы тоже Для себя Узнали Что-то Новое Либо Закрепили Что-то Старое Поддержите Лайком Я старался Я специально Приехал Для того Чтобы снять Для вас Этот ролик Не забывайте Подписываться На канал Ну и пишите В комментариях Если у вас Есть какие-то Вопросы Ну а я Как всегда Всем желаю Удачной Дороги Всем Пока Пока